Всем привет! Меня зовут Марина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в преддверии 8 марта я хотела бы поздравить всех девушек, женщин, бабушек, прабабушек и девочек с наступающим 8 марта и пожелать вам всего самого наилучшего. Итак, сегодня я хотела бы рассказать вам о своих бюджетных палетках теней, которыми я пользуюсь уже очень давно и которые мне очень нравятся. Одна из них это из магазина H&M. Я вам сейчас так покажу без коробочки. В ней 16 цветов. Как вы видите, я ее очень даже сильно пользуюсь. Постоянно, каждый день на работе. Она такая базовая. Вторая палетка у меня это тоже H&M. Голографик for face and eyes. Я вам про нее более подробно расскажу. И честно я вам скажу, она мне жутко не нравится, поэтому она у меня лежит. И кто ей может пользоваться, ну мне только стоит догадываться. И еще одна палетка, которая мне очень нравится и которой я тоже пользуюсь, это палетка компании или фирмы Lovell. Эти тени стоили 148 рублей здесь. Два, четыре, шесть, восемь, десять цветов. Они все шиммерные. Они очень классные. Но давайте по порядку. Какая-то палетка мне понравилась, какая-то нет. Я расскажу вам о своих впечатлениях, покажу сводчи. Если вам интересны такие видео, оставайтесь со мной. Давайте посмотрим на эту палетку вблизи, при дневном свете. Как вы видите, в ней находятся как матовые, так и шиммерные цвета. Здесь матовые это вот этот вот цвет, светло-коричневый, темно-коричневый и темно-серый и светло-серый. Все остальные, они шиммерные. Итак, давайте начнем с самого верху по порядку. Все тени эти практически сатиновые, как я уже говорила. И на камере не так уж и сильно будет видно большой разницы между ними. Но я постараюсь вам показать все-таки как-то поближе отличия у них в оттенках. Как я уже говорила, они очень хорошо тушуются между собой, не оставляют никакой грязи, даже самые темные оттенки. В принципе, они мне очень-очень нравятся. Сатиновые или шиммерные, как я не знаю их называть, они практически не сыпятся. Сатиновые или шиммерные, как я уже говорил. 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 Так, в этой палетке первый цвет, который, видите, такой затертый. Он холодный белый с голубым отливом. Второй цвет розовый идет у нас. И третий цвет такой, какого-то песочного цвета с золотистым оттенком. Ну, они ужасные на самом деле. Сейчас вы посмотрите и вы увидите, что, во-первых, они очень плохо передают цвет, как бы приходится их наслаивать. А во-вторых, вот посмотрите, видите, какие у них, я надеюсь, вам видно на камере, огромные просто блестки, которые когда-то наносишь на лицо или там на глаза или куда-либо. Они просто горят до космоса. Мне кажется, даже в космосе их будет видно, настолько они крупные. И просто ужасно ложатся на любую часть вашего тела. По поводу этой палетки лавель я хочу сказать, что цвета передаются все очень ярко, тени все пагментированные. Нужно с ними работать аккуратно, чтобы не переборщить. Они хорошо передаются как пальцем, так и кисточкой на веки. Мне очень нравится персиковый цвет, который вы сейчас увидите на руке. Но на самом деле я брала эти тени, искала их ради сиреневых, которых оказалось здесь целых три вида. Одни какие-то сиренево-коричневые, другие просто сиреневые. Третьи, непонятно какой сиреневый, с чем перемешанный был. Вот, что хотела сказать по поводу зеленых теней. С ними реально нужно быть аккуратными. Они настолько пигментированные, они настолько яркие, что я пока на самом деле не научилась с ними работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, что я хочу сказать. Сегодня мой макияж был сделан палеткой H&M, которую, как я уже говорила, я пользуюсь практически каждый день на работе. Она мне очень нравится. Вот эти вот, которые миловые тени, они как бы сыпятся, пылят, но не так сильно, как я пробовала у некоторых других брендов. В принципе, за цену я ее покупала 599 рублей. Мне она очень нравится. Они очень хорошо, все тени тушуются, переходят из одного в другое очень незаметно. И для непрофессионала, так как я непрофессионал, я просто простой обыватель, и я не бьюти-блогер. Вот, то есть, как бы я пользуюсь непрофессиональными кистями и непрофессионально крашусь. В общем-то, мне очень нравится, как они работают на мне. И я думаю, что из линейки бюджетных вариантов я могла бы их посоветовать вам. Что сказать об этой палетке, которая называется Голографик for Facing Eyes. Я не знаю, куда ее использовать. У нее очень крупные блестки, прям очень и при очень. Я как-то пыталась пользоваться ими как тенями поверх каких-то теней, либо когда я такой делаю макияж, знаете, просто выйти на улицу, сходить в магазин, чтобы хоть что-то чуть-чуть там где-то блестело. С этим цветом непонятно, что произошло. Он у меня как будто бы стал мокрый и какой-то он вот весь запекся, что ли. Я даже не знаю. В общем, ее я советовать не могу однозначно. Ну и что сказать про эту палетку. За 148 рублей, как вы видели, наверное, у нас в очи, я считаю, она очень достойная для непрофессионального пользования. Может быть, и для профессионального, я не знаю. Могу рекомендовать. Ну вот, наверное, и все на этом мое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я все комментарии читаю, стараюсь на них всех отвечать. Но я буду с вами прощаться. Всем счастливо оставаться. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok